Георгийская ленточка Георгийскую ленточку в качестве своего символов выбрали сепаратисты, тем самым, по мнению экспертов, дискредитировав символ победы. Сейчас украинцы носители георгийских лент презрительно называют колорадскими жуками, а на государственном уровне черно-золотая лента перестала считаться символом победы. Ее заменили западным аналогом – цветком красного мака. Георгийская ленточка Борьба символов в Украине вызвала схожую реакцию и в других странах СНГ. В Казахстане, например, накануне праздника противники лент также активно предлагали отказаться от прежнего символа и официально принять в качестве нового ленточку с цветом государственного флага. Инициатива эта принадлежит в первую очередь казахстанским националистам. Они напоминают, что георгийскими орденами поощряли военных Российской империи за подавление восстания в Казахстане в 1916 году. На фоне этих дискуссий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, традиционно носивший в Дни Победы георгийскую ленточку, в этом году поздравил ветеранов без символического атрибута в костюме. День Победы – величайший праздник. Наши деды, отцы сделали так, что мы сегодня живем под мирным небом, строим Казахстан, радуемся с уверенностью, смотрим будущее. Это все они создали. Они прошли через это. Миллион восемьсот тысяч казахстанцев отправились на войну, половина их не вернулась. В Белоруссии и вовсе отказ от георгийских ленточек прошел на официальном уровне. Различные информационные агентства в канун 9 мая сообщили, что Александр Лукашенко приказал запретить раздачу и ношение черно-золотой ленты. Вместо нее на празднование Дня Победы граждане республики вышли с красно-зелеными лентами под цвета государственного флага Белоруссии. Сам же президент от всяческих символов в одежде отказался. Предлагаю почтить память всех героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. А вот киргизский лидер наоборот вышел к ветеранам с красной ленточкой в костюме. Это цвет киргизского флага. Таким образом, Алмазбек Атамбаев поддержал акцию киргизских активистов по распространению патриотических ленточек. И хоть акция не была такой широкой, как у пророссийских активистов, но людей, желающих получить ленточку под цвет национального флага, было явно больше. Борьба символов на постсоветском пространстве явно приобрела национальный характер. По мнению аналитиков, георгийская ленточка в странах бывшей советской державы теперь стала ассоциироваться не с великой победой над фашистской Германией, а с новыми имперскими амбициями Кремля.